Сейчас я вам покажу, как делать красивую новогоднюю прическу на средней длине волос. Волосы у меня окрашенные, удобные, поэтому подготавливать гофре я не буду. Если волосы ваши тонкие, неокрашенные, такие, знаете, как шелковистые, я рекомендую прогофрировать от корней до кончиков, не доходя где-то 5 сантиметров. Либо вы можете, если вы не любите гофре, либо у вас нет гофре дома, или в арсенале вашего инструмента, вы можете проработать волосы солевым спреем. Вот таким вот форматом проработать полностью всю длину. Что делает солевой спрей, повторю, не все знают. Владимир, вы же мне будете передавать вопросы, я так говорю, говорю, девочки. Нет, ну все, они проходят. Можно вверх подниматься и отвечать. Девочки, кому не ответил на вопрос, вы еще раз пишите. Владимир, видите, первый раз на вопрос. И может пропустить какой-то вопрос, вы не обижайтесь, я на все вопросы отвечу. Солевой раствор. Мне в ютубе пишут, что солевой раствор можно как-то самим колотить. Ну я не знаю, я не пробовала. Солевой спрей, в принципе, можно заменить сахарным спреем. Ну сахарный спрей дает глянцевый отлив. Что дает солевой спрей? Он уплотняет волосы, дает пористость волосам, шершавость, состояние такое, как будто они окрашены и очень удобные в работе. И дополнительно снимает статику. Ну то есть такой волшебный продукт, много его использовать не надо. Вы можете попробовать. Особенно он хорошо работает на тонких волосах. Вы можете даже тонкие волосы, я вот себе накручиваю и не использую лак. Он при высыхании оставляет на волосах состояние веточки. Кто пробовал, тот знает, о чем я говорю. Итак, волосы я прочесала и теперь утюжком, либо вы можете любой плойкой, какая у вас есть дома, просто подготовить, отполировать поверхность и дать мягкий завиток, чтобы волосы не прямые были, как палочки, а с мягким таким изгибом. Я выделяю вот свободным таким образом, свободные пряди, без каких-то сложных разделений, и подготавливаю с мягким изгибом, вот в таком вот формате. Дополнительно я полирую волосяное полотно. Видите, волосинки к волосинке, как будто бы приглаживаю чешуйки. Я придумала для вас прическу, которую можно делать на любой длине, с любым опытом. Мы будем использовать валик, сразу скажу вам, для того, чтобы нам не надо было волосы начесывать. То есть, в принципе, что дает валик? Возможность ускориться в работе и сделать дополнительный объем без начеса. Я вам покажу, вам понравится, я уверена. Подготавливаю, продолжаю. Мы в предыдущей, в прошлой неделе не смогли выйти в прямой эфир, у нас был курс, нам прям очень хотелось, но уже в последний момент я поняла, что уже просто не смогу. У меня тогда и вебинар был поддержки с онлайн-курсом моим, сейчас первый поток. У девочек было много вопросов и надо было отвечать. Если вы хотите, допустим, изучить прически глубже, узнать, как это делать, как на этом зарабатывать, я вас с удовольствием приглашаю, если у вас нет возможности приехать ко мне в Академию. Мы сейчас, кстати, в Академии в Киеве находимся. Кто только присоединился к нашим прямым эфирам и не знает. Вы можете, не приезжая ко мне в Академию, узнать о всех моих техниках в моей онлайн-школе. Я разработала очень доступную пошаговую программу. В базовом курсе 25 уроков. Базовый курс состоит не только из простых причесок. Там прически, кстати, довольно-таки сложные. Девочки мне сейчас присылают и уже невест собирают с первого базового курса. Проверяю домашние задания. Мы с ними работаем каждую неделю в вебинарах, прорабатываем все их моменты. И я хочу уделить им максимум внимания. Там, кстати, полный курс состоит из 70 уроков. Представляете, 70 уроков. То есть 25 уроков – это база. 25 уроков еще – это свадебные прически. И еще 20 уроков о том, как продавать, как правильно фотографировать, как развиваться мастеру по прическам. Ну и много-много таких нюансов. Как обрабатывать фотографии, как развивать свой аккаунт Инстаграм. У меня очень много таких знаний, которые могут вам помочь быстрее стать более успешными. Так что те, кто хочет, ну вот прям зарабатывать, сделать из этого как бизнес, я приглашаю с удовольствием. Привет из-за мнения. Привет. Какой солевой спрей может быть, парень принесла? Мне нравится солевой спрей Осис, вот который я использую, Шварцкоп. Также можно, в принципе, использовать солевой спрей абсолютно любого профессионального бренда. Я вот сколько ни пробовала, в принципе, по работе они очень похожи. То есть это не лак, это не стайлинг, поэтому какой-то существенной разницы нет. Катенька, наклони, пожалуйста, голову, чтобы они не падали. Такие непослушные, все время хотят мне мешать работать. И продолжаем. Подскажите, какой у вас утромитель для волос полного названия. Полное название утюжка. Всем интересно, какой утюжок, вроде как в нем волшебство. Девчонки, не важно какой утюжок, главное, чтобы он был профессиональный, с профессиональным покрытием. И не очень широкий. У меня утюжок вот такой нового, титаниум, и он плюс, гамма профессионал, вот так он выглядит. Он с системой ионизации, с температурным режимом. Вы можете регулировать до 220, по-моему, или до 230, Владимир, я не помню. Давайте посмотрим. До 230, представляете? Но у нас такого нет волоса в нашем районе, скажем так, в нашей окрестности. Таких волос нет, поэтому я рекомендую до 210 выставлять. Вы можете не ограничиваться любым утюжком. Смотрите, я подготовила волосы, слегка дала направление утюжком, выбирая попрядно. И разделяя совершенно в хаотичном порядке. То есть не нужно, в принципе, никакого опыта для этого. Подальше я щеткой большой, вот у меня такая огромная щетка-лопатка, вы можете той щеткой, которая у вас есть, вычесываю, соединяю волосы, чтобы у меня не было разделений, чтобы волосы соединились по всей длине. Вот в таком вот формате. Замечательно, приезжайте, мы будем рады. Приглашаем вас, у нас расписание уже готово на год вперед. Мы его еще не выставили, но оно уже готово. И причем в новом году, 2020, у нас не три уровня будет, а целых четыре уровня. Так что много новинок вас ждет. Давайте перейдем к созданию прически. Итак, волосы я подготовила. Если у волос есть статика, вот смотрите, у меня небольшие такие пушковые волоски торчат, я их сейчас буду убирать солевым спреем. Вот он прекрасно с этим справляется. Раз их нет. Он не склеивает волосы. Давайте я вам покажу бутылочку. Всем интересно. Осис, я люблю им работать. Также мне нравится Кёна, Индола. Вот я работала этими брендами. Мне тоже очень понравилось. Просто оптимально цена-качество именно у Осис для меня. Теперь я делаю разделение. Вы можете делать разделение, если вы мастер, конечно же, расческой хвостиком. Но если вы только начинаете делать прически, вы можете это делать даже руками. Особенно, если вы хотите сделать эту прическу на себе. Я отделяю за ушами такой дугой затылочную зону. Тут, грубо говоря, волосы на затылке. Вот в таком формате. Достаточно много волос. И верхние волосы закалываю зажимом. Временно для того, чтобы они мне пока что не мешали. Вот так завернула в жгутик и заколола. Кстати, вот очень часто мастера как-то так закручивают, что все провисает и мешает в работе. Девочки, сразу делайте, чтобы вам было удобно. Ну и, конечно же, если вы делаете эту прическу сами себе, тоже старайтесь, чтобы вам видно было, что вы делаете. Дальше прорабатываю, зачесываю хвост. А вы пока мне напишите, кто мастер, поставьте единичку. А кто с нуля и не делает прически за деньги, поставьте нолик. А Владимир мне передаст кого больше. Мне вот прям интересно, кто меня смотрит. Фиксирую хвост в среднем положении. Смотрите, где-то немного выше краевой линии роста волос. Ну, чтобы не прям внизу. Ставите нолики, единички. Владимир. Какую термозащиту можно? Владимир только вопросы передает. Ставит кто? 0,1 вижу. Класс какой. 0,1. Ага, это значит, 0,1 это когда вы попробовали, да? И где-то страшно, да, девчонки? Кто еще поставил 0,1? О, больше мастеров. Отлично. Больше мастеров все-таки. Девочки, ну смотрите, какая классная прическа. Вы можете такую прическу делать очень быстро. Но я сейчас делаю ее чуть медленнее, потому что с вами разговариваю. Дальше, перед тем, как одевать валик, вот маленький нюанс. Вы сначала раскладываете всю верхнюю зону. Частая ошибка мастеров, они сразу одевают валик, вот так, красиво раскладывают эту форму, очень много времени на нее тратят, а потом непонятно, как это соединить с вот этой формой. Поэтому мы с вами будем халтурить. Вы же знаете, что я мастер, который любит ленивые прически, быстрые. Поэтому сначала мы с вами разложим верхнюю зону на этот, в хвост, на этот наш фундамент. В каждой прическе у нас есть каркас, фундамент. И прежде чем прорабатывать волосы вверх, я в случайном таком формате выбью те пряди, которые не будут вплетаться. Ну для того, чтобы вот прическа была очень современная. Мастера знают, о чем я говорю. Вот в таком вот формате. Если что-то вам будет много, вы потом сможете вплести, ничего страшного не произойдет. А вот если вы забудете выпустить эти пряди, потом их достать будет чисто, красиво, но достаточно сложно. С этой стороны выпустим. Владимир, какой еще был вопрос? Я пропустила, перебила вас. Термозащита. Термозащита. Давайте поговорим о термозащите. Очень часто мне задают вопрос, почему вы не наносите термозащиту. Какую термозащиту нужно использовать. Значит, задача наша с вами какая? Вот я выбрала, смотрите, у лица как красиво уже вот эти линии окаймляют Катю. Катя, я тебе врезала, да, скажи честно? Смотрите, а если бы их не было, и краевая линия роста волос была бы видна, было бы, ну, не так симпатично, скажем так. И волосы вверх, а мы затягиваем вверх. И пока я вам расскажу про термозащиту. Итак, что делает термозащита? Она, для того, чтобы сработала, она должна покрыть каждый волосок, ну, как бы окутать его, как в шубку одеть, и предохранять от перегрева волос. Спасибо большое. Сейчас я выпью воды. О, так легче. Конечно, лучше было бы шампанское, новогоднее уже настроение. Как у вас, кстати, новогоднее настроение или нет? Мы даже новогоднюю музыку включили. Итак, что делает термозащита? Она покрывает и уберегает волосы от перегрева. А нам что нужно, когда мы делаем прическу, когда мы создаем локон? Нам нужно волос хорошо прогреть изнутри. Поэтому термозащита является первым врагом наших локонов. И что из этого следует? Если вы хотите крутые стойкие локоны, вы термозащиту в этот момент не наносите. А если уж очень хочется, то слегка. И термозащита наносится только на влажные волосы, наносится на влажные волосы, распределяется расческой, только затем высушивается и делается прическа. Если вы нанесете ее на сухие волосы, она у вас зонирована, как бы впитается в волосы и совершенно не будет того результата, который вы ожидаете. Итак, давайте продолжать. Мы с вами вот эти все волосы вот такой мелкой расческой, то есть с часто посаженными зубцами, Катенька, назад чуть-чуть, очень тщательно вычесываем вот в таком вот формате. Ух ты, как здорово! Я вас помню, вы участница первого марафона и вы победили, выиграли, что вы выиграли, я не помню, по-моему, курс, да? По-моему, курс вы выиграли. А возьми, пожалуйста, так, сейчас я шпилечки возьму. А возможно ли делать эту прическу саму себе? Да, девочки, я же как раз вот так стараюсь вам показать, чтобы вы могли, вы вот большинство вас сейчас мастеров, но все равно же хочется себе на Новый год. Я очень сомневаюсь, что вы на Новый год будете звать себе стилиста. Ну вот поставьте плюсик, кто будет звать и минус, кто не будет звать стилиста себе для прически. Я ставлю минус, Владимир, можете за меня поставить минус? Смотрите, я собрала все эти волосы и одеваю на шпильку. Все волосы собираю в шпильку, одну, вот так, чтобы они у меня не разваливались, не распадались. Если волосы у вас очень густые, тут очень много волос, можно даже в резиночку, буквально два оборота, чтобы они у вас не рассыпались. И дальше мы начинаем их растягивать, вытягиваем ребрышки. Что нужно для того, чтобы тянуть ребрышки? Я вам по секрету расскажу, это вообще я на курсах показываю, но вам, так как у нас предновогоднее настроение, и мы в прошлый раз продули, не провели прямой эфир, я вам расскажу, как их делать. Ставим руку чуть ниже, нежели то место, которое вы хотите потянуть, и начинаете растягивать. Когда вы тянете, вы не захватываете прядь и не тянете ее сразу вверх, а вы по чуть-чуть как бы приотпускаете, такое ощущение, что вы вот что-то, знаете, как будто вы рассыпаете. И начинаете растягивать. Причем, когда вы делаете это самой себе, я вам скажу так, не нужно слишком критично к своей работе относиться. Давайте себе возможность слегка ошибиться, поверьте, к вашей прическе, которую вы делаете сами себе, критики такой не будет, как если вы делаете клиенту за деньги. И смотрите, в то место, куда валится, вот видите, вот эта часть валится у меня на меня. У меня на меня. И поэтому я ее беру, и с той стороны, куда она валится, я ставлю на шпильку. Причем, очень частая ошибка, мастера ставят вот так вот, не ставьте так, потому что у нас ребрышко какое должно быть? Оно как пирамидка должно быть, чтобы красивое было, чтобы естественное. Когда вы ставите вот так, оно у основания своего тоже сбивается, и получается такой, как рог некрасивый, да? Ты же не хочешь рога себе? Катя не хочет рога, поэтому будем делать ребрышки. Поэтому... Фернандо, это Минхес из Мексики, мне дают привет. Hello, Фернандо. И вот этой частью, плоскостью, я просто поддерживаю эту шпильку. По направлению в больший объем волос направляю вот эту шпильку. Очень часто мне жалуются девочки, говорят, она не держится, она валится. Ну, конечно, если вы вот так будете ее вставлять, она вообще бесполезна. Вот вчера я наблюдала за девчонками. Кстати, девочки, те, кто вчера был на курсе, вы тут есть? Поставьте плюсики. Ставит плюсы-минусы, кто будет себе на Новый год заказывать? Очень много вопросов. Очень много вопросов. Владимир не справляется, Катя, помогай. Никому не доверяю свои волосы. Да, девочки, кстати, я тоже никому не доверяю свои волосы. Вот только Ксюша. Ксюша у меня фаворит. Да, Ксюш? Ксюша сейчас занимается запуском марафона, она с нами не может быть. Ольга хочет участвовать в марафоне. Вы можете прямо здесь написать «хочу на марафон». Ксения соскриншотит себе записи прямого эфира и вам напишет подробную информацию. Те, кто хочет участвовать на моем марафоне, новогоднем марафоне, пишите «хочу на марафон». У нас, кстати, на марафоне призовой фонд 100 долларов. У нас девочка выиграла 100 долларов, даже не ожидала, говорит, я в шоке. Я хочу этот призовой фонд увеличивать. Я марафоны буду проводить каждые три месяца. Хочу на марафон. Замечательно, девчонки. Вам отправит Ксения подробную информацию. Давайте продолжим тянуть ребрышки. Вы видите, как я сбоку поддерживаю? Видите? Используете ли вы воск при создании ребра? Вот. Смотрите, по поводу воска. Вы можете это делать очень сложно, очень чисто, очень красиво. Если вы мастер, и эта прическа стоит много денег. Вы можете использовать дорогой продукт, такой как спрей-воск, который на рынке стоит где-то 700 гривен. А можно делать совершенно без спрей-воска. Когда вы делаете прическу быстро, когда эта прическа не стоит дорого, вы можете не использовать дорогой продукт. Вам это не выгодно. Вы должны считать, что у вас входит стоимость вашей прически. И смотрите, я вам показываю, ничего на волосах нет. Сейчас волосы не подготовлены. Я согласна, они у меня окрашенные, идеальные. Ну, Катя просто хороший человек. У нее очень послушные волосы, да. Если у вас волосы не окрашенные, солевым спреем прорабатывайте. Либо если у вас есть время и силы, вот, да, терпение, прогофрируйте волосы от корней до кончиков. Еще будет супер объем. Продолжаем. Вы только прически делаете? Нет, я еще делаю макияж. Вот, кстати, рада моему сотрудничеству с итальянским брендом, да, или как компания, да, это медиакомпания Фабиоса. Я не хочу сделать ошибку. Я безумно рада нашему сотрудничеству. Вот они заказали перевоплощение. Вы можете у меня на страничке Ольха Дипри увидеть. Я прекрасную женщину Ларису преобразила. Ей очень понравилось, ей 56 лет. Знаете, когда ты видишь себя в повседневной жизни обычной, ну, без прически, без макияжа, ты красивая. Но когда ты перевоплощаешься вот так, иногда, это не надо делать часто, это просто, ну, как-то дает какой-то внутренней силы. И поверьте, она когда от меня уходила, вот Владимир был, видел, она просто как будто летала, порхала. Мне это так и нравится, поэтому... Я не могу объяснить. Кого? Перевоплощение будет на канале YouTube партнеров Фабиоса, поэтому у меня не будет, это коммерческий проект. Давайте дальше. Я не могу объяснить, что я слышала нормальное объяснение. Ой, я рада, что я нормально объясняю. Отлично. Вы мне хорошие, добрые, на канале YouTube там, конечно, люди более серьезные, мне там серьезно дают критику всему моему внешнему виду и тому, что я много говорю. А я говорю много, чтобы вы повторили. Давайте продолжать. Растягиваю дальше. Я хочу, чтобы я впервые такое услышала. Да, да, ну, потому что в салонах красоты рассказывают про термозащиту, как про что-то фантастически предохраняющее. На самом деле, если вы делаете иногда прическу... Владимир, вы снимаете, что я делаю? Я хочу, чтобы они смогли повторить. Смотрите, штампик одинаковый. Ну, как бы, вот, если вы делаете самой себе, конечно, тут может быть разное расстояние, вы же понимаете. На ощупь повытягивали себе, да и все. Взяли зеркало заднего вида, посмотрели, где-то примерно оно, значит, симпатично. А если... Помощница моя работает. У нее задачи по марафону. Ксюша работает. Ксюша, тебе привет. Привет. Ксюша говорит вам привет. Смотрите, растягиваю. Искорка дышит, люблю сама себе делать прическу. О, супер, искорка любит себе самой делать прическу. Смотрите, растянула одну сторону. Смотрите, как симпатично и аккуратненько. Очень просто, когда вы поймете, как это делать, вам нужно приобрести навык. Дело в том, что такой маленький нюанс, когда вы смотрите, это кажется проще, нежели когда вы начинаете делать. Типа появляются какие-то вопросы, именно когда вы начинаете тянуть. Для того, чтобы у вас все получилось, я вам максимально подробно все рассказываю. Продолжаем делать ребрышки. Запаситесь терпением, да, если это первый раз. Особенно, если вы делать будете подружки. Ни в коем случае не делайте первый раз за деньги подружки, да. Лучше быть виноватой, но без денег, да, девочки. Дышат сами себе. Сами себе будете делать, девчонки? Сама себе стелится, сама себе мастерится. Супер. Сами себя с девочками не упадываем. Ой, здорово как. Я вот вам скажу, что макияж, когда я научилась делать, это было лет 10, наверное, назад, я к визажистам не обращалась. Я сама себе делала макияж. И я поняла, что все макияжи, которые я хочу сделать клиенту, я должна, просто обязана отработать на себе. Надо будет на канал YouTube снять, у меня там, кстати, есть несколько уроков по макияжу на канале YouTube. Надо еще возобновить, мало их как-то. Оксана Стан пишет, благодаря вам сама себе стилист. Ух ты, здорово. Оксана Стан, я вас помню, вы тоже участница марафона. Или вы у меня на онлайн курсе. Напомните, пожалуйста. На марафон. Девчонки, девчонки, я Владимир, секундочку, я расскажу, что делать дальше. Дальше, когда я растянула всю форму, напоминаю, что здесь у меня только шпилька держит. И все вот эти ребрышки абсолютно без стайлинга, без начеса я разложила на временные такие поддержки. Ставила шпильку, как будто бы крышу дома поддерживаю, с той стороны, куда она хочет упасть. И теперь я могу позволить себе взять лак. Лак тот, который вы любите. У меня в данном случае, я люблю жидкий лак Шварцков. Вы можете взять сухой. Тут у меня разные стоят. Тут вот сухой вы можете взять. Можно с Ахим, в принципе. Но я очень не люблю с сухим лаком работать, потому что он очень пылит, и я его вдыхаю. Особенно, когда я много говорю, это еще и в рот попадает. Поэтому, если вы такой же говорливый мастер, как я, лучше выбирайте жидкий лак. И смотрите, если вы хотите немного нанести лака, отдаляйте руку с лаком. То есть, чем ближе вы будете пшикать, грубо говоря, тем сильнее вы будете фиксировать. Вот вчера одна ученица невольно, случайно, да, близко зафиксировала, и получились такие прям капельки. Это очень некрасиво смотрится, но зато она запомнила, и больше повторять такой ошибки не будет. А вы, чтобы не повторили сразу, слушайте, чего бывает, да, как кто ошибается. Смотрите, на большом расстоянии, когда я начинаю их тянуть, я еще дополнительно на лак могу их порастягивать. Смотрите, как круто. Никакого начеса, никакого спреевозка, ничего сложного, ничего дорогого. Это легко, девочки, попробуйте. Ничего тут сложного нет. Не нужно делать какие-то рисунки на волосах. Достаточно это сделать вот в таком вот формате, и каждую вот эту растяжечку вы фиксируете лаком. Очень легко, на расстоянии. И достаточно буквально несколько минут для того, чтобы эта форма высохла. Если волосы у вас очень тяжелые, я вам рекомендую в самом конце, вот там, где шпилька держит, близко подойти. Вот так, пшик. Именно изнутри. Видите, прям мокро сейчас тут. Видно, Владимир, что там блестит? Смотрите, вот сюда подошла. Если волосы очень объемные, очень тяжелые, у меня волосы у Катеньки легкие, послушные, пористые, поэтому мне так не нужно делать. Но если у вас такие, вы можете смело так себе помочь. Продолжаю работать на большом расстоянии. Вначале дорабатываю, вытягиваю какие-то новые элементы. То есть еще больше рисунок делаю, глубже. Причем еще такой момент, пока Владимир не передавал ваши вопросы, я успею сказать. Чем темнее волосы у вас, чем темнее волосы у вашего клиента, тем больше эти растяжки должны быть, тем крупнее. Тем больше расстояния между ними делайте. Рисунок будет красивее, у вас будет прическа в готовом варианте намного чище. А если волосы более светлые, тогда вы можете вот так дробить, как я. Даже можно еще больше дробить, если у вас времени много и терпение. Ну и цена высокая, да? Хорошо, в этом могут ли держаться ребрышки без фиксации лака? Ребрышки без фиксации лака держаться не будут, если вы их сделаете такими вот чистыми. Вы захотите, допустим, сделать чистыми. Другой момент, вариант, если это повседневная прическа, вы сделали себе хвост верхний, побежать в магазин и немножко потянули ребрышки. Они будут держаться без лака. Речь идет же о торжественной прическе. Для торжественной прически, конечно, я рекомендую все-таки фиксировать лаком. Давайте спереди посмотрим на Катеньку. Давайте симметрию сделаем. Кать, хочешь симметрично, чтобы было? Конечно. Катя хочет симметрично. Смотрите, как я делаю симметрию. Катюш, тут... Катя, я за тобой не успеваю. Вот здесь немножко добавляем ширины, так, чтобы было как с той стороны. Я в рифму говорю. О, девочки, симметрично? С этой и с этой стороны. Видите, ну вот примерно, чтобы как-то спереди было симпатично. Катя вот хочет симпатично, придется делать симпатично. Итак, что я сделала? Я надела две резиночки. Тьфу, две невидимочки, простите. Одела две невидимочки на резинку. И для того, чтобы у вас сразу получилось зафиксировать вот эту форму, какой бы объемной она ни была, вот эта прядь, вы вот в таком вот формате натягиваете, смотрите, и в основании хвоста что-то падает, как у принцессы. Фиксируйте. Дальше мы вынимаем вот эту шпильку, она не хочет, смотри. Вот так. Мы ее вынули, она случайно невидимочками заделась. И после этого мы можем снять все временные шпильки поддержки, и у нас все останется на месте. Как часто можно делать девочки? Как часто можно делать? Часто не делайте, девочки, потому что волосы пересушиваются. Волосы должны успевать восстанавливать свой pH-баланс. Поэтому тут момент, как хорошо вы ухаживаете за волосами. Если вы интенсивно ухаживаете и интенсивно делаете прически, вы можете это делать часто. Допустим, там, да хоть три раза в неделю. То есть вот как вы моете волосы. Но надо же также активно и ухаживать. Кокосовое масло, питательные маски. Вот Катя кивает, она знает, о чем я говорю. А если вы делаете даже раз в неделю или раз в месяц, но вы абсолютно не ухаживаете за волосами, они у вас будут ломаться, высушиваться, пересушиваться. Ну и, конечно же, будут выпадать. Это не очень симпатично выглядит, не рекомендую. Давайте продолжим. Я не гофрировала, сразу скажу, девочки, я не гофрировала. Как вы на меня напали? Часто гофре, конечно, портит волосы, если не ухаживать за волосами, девчонки. Что такое гофре? Это термовоздействие на волосы. Я так за один прямой эфир не успею. Как у вас много вопросов, здорово. Значит, что нужно волосы питать? Если вы даете термовоздействие на волосы, это может быть, кстати, не только гофре, это может быть фен обычный, которым мы сушим волосы. Если вы постоянно сушите волосы феном и никак их не питаете, они у вас пересушиваются, начинают ломаться и вываливаться. Ну это, да, это такой момент не очень хороший. А, Владимир, остановитесь, дайте мне сделать речёвку, девчонки. Давайте я покажу, чего делать. Смотрите, вот у меня валик, он стоит, сколько он стоит? Доллар или полтора, очень дешёвый валик. Доллар. Можно его прикрепить вот в таком формате. Смотрите, ну, Катя у меня, как, Катя, как? Катя сказала мне, чтобы я его распорола. Катя, всё, ты виновата. Смотрите, я снимаю такую прошивку, который сшит вот этот валик, и раскрываю в такой чулок. Ну, раз Катя захотела, смотрите, для чего я это делаю? Конечно, шучу, Катя ничего не говорила. Смотрите, для чего я это делаю? Для того, чтобы у меня не была чёткая форма этого валика, этой баранки. Я хочу сделать более мягкую форму, чтобы мне было удобнее подойти шпильками, невидимками и создать очень красивый формат моего пучочка. И вокруг вот этого хвоста создаю вот эту красивую форму. Примерно симметричную, чтобы она у меня уже была как шарик. Вот так. И фиксирую положение закрытыми невидимками. Что у нас по времени? Ксюша. Ой, тут шпилька осталась. Ксюша, ты представляешь? Ксюша, я же сейчас с тобой буду разговаривать. Иди работай. Гофре мы делаем не только для того, чтобы дополнить объёмом волосы. Гофре мы делаем для того, чтобы добавить волосам цепкости, пористости. Вот знаете, когда детский волос, вот кто делал на детках, волосы как будто ускальзывают, они как будто желейные какие-то, как медуза, они из рук вываливаются. Вот для того, чтобы это состояние снять с волос, мы гофрируем для того, чтобы в волосах был воздух. Одна гофрированная волосинка соединяется с другой, между ними подушка воздуха. Вот для чего мы это делаем. Поэтому, даже если волосы у вас очень густые, и вам нужно добавить волосам такое состояние, вы всё равно делаете гофре. Можете просто не на все волосы, а через ряд. Вот, тоже так можно. Владимир. Ты везё, ксюжа будет следующий. Владимир не даёт мне сделать прическу, девчонки, дайте сделать прическу. Как вам вариант? Очень просто, очень быстро. А теперь что нам осталось? Нам осталось разложить этот хвостик. Как это можно сделать очень быстро, и когда ты, в принципе, нет у тебя времени много, когда прическу стоит недорого, или когда вы делаете эту прическу сами себе. Разделяем её на три части. Ну, у меня волосы вот густые, я могу на три. Если бы, конечно, были менее густые, я бы на две части. Я вот вам так отколю, чтобы вам было видно, что именно три, невидимками. Хоп. Хоп. Зачем я говорю хоп, я не понимаю. Я как фокусник, да? Девочки, похожи на фокус? Смотрите, три пряди. Если волосы более густые, можно на пять делить, на больше. Но учтите, чем больше делений у вас будет, тем дольше вы будете делать прическу. И теперь первую снимаем. И тут, конечно, немножечко начёса не повредит. Для того, чтобы волосы здесь не рассыпались, для того, чтобы у вас не было пустоты, и ни в коем случае не было видно валик. Поэтому я даю небольшой объём. Если вы не умеете делать начёс, есть такая крутая штука, как прикорневая пудра. Она просто волшебно вам поможет волшебным образом сразу сделать начёс, даже если вы никогда его не делали. Давайте, Владимир, покажем девчоночкам. Осис. Ну вот, кто мастера, тот знает, девочки. Кстати, очень удобный формат распыления вот такой. И по вот этой пропудренной волосинке я создаю начёс. Всегда будет такой взрыв. Дальше. Вот это движение я называю как полировка. Что значит полировка? Я глубоко расческой не ныряю, я как будто бы кота глажу. У меня кота, конечно, нет, но вот все так говорят. Как будто кота. Вот так вот. По поверхности слегка убираем все пушковые волосы. И делим на две части. Лёгким движением. И как бы скручиваем эти две части между собой. Вот так. Очень легко. Очень воздушно. Поднимаем вверх. Владимир за мной не успевает. Владимир, я сейчас могу отвечать на вопросы. Какие были вопросы? После гофре видны волны. После гофре видны волны. Не зажимайте сильно гофре. Это от того, что вы зажёвываете волосы. То есть гофре видно в том случае, когда волосы, например, тонкие, и вы сильно сжимаете нагревательные элементы. Вы можете регулировать глубину гофре степенью нажатия. То есть не сильно сжимать. Смотрите, я её проработала. И теперь просто раскладываю вот в том же формате, как я крутила, на мой валик. Я слегка размещаю. Вот так вот вверх потянула. И ставлю шпильку. Я не сразу ставлю невидимку, а я должна посмотреть форму, которая у меня получается. Ну вдруг я не смогу закрыть эту всю форму. И растягиваю все вот эти штучки, все крылышки, все элементы. Максимально перекрываю валик. Сбоку, сверху. То есть чтобы у меня форма практически была закрыта. Я на тебя плюнула. Ольга, что больше любите? Майки или прически? Я люблю работать с людьми. То есть мне в принципе не так важно, что я делаю. Мне важно, кому я делаю, какой результат и какая реакция. Вот, наверное, вот так правильно будет. Это доброе, что вы богато говорите. Это для меня корыстная информация. Отлично. Вам нравится, что я много говорю. Вам надо на ютубе это написать. Там так возмущаются. Зря вы на нас ютуба наговариваете. Я нас не нашла. Здорово как. Отлично, что вы нашли с ютуба. Ну, там есть такие прям жесткие комментарии. Я никак не привыкну к тому, что там вот так агрессивно. Там безумно, богато, цикавая информация. Я вас обожаю. Девчонки, очень халтурно, очень быстро разбросали себе. Очень часто боюсь делать прически, только из-за того, что может не получиться. Да, страх появляется именно тогда, когда вы смотрите на что-то очень сложное, у вас совершенно нет навыка, вы начинаете это делать, у вас не получается, появляется страх, неуверенность и все хочется бросить. Особенно, если кто-то скажет, что ты сделала, это ужасно. Поэтому начинайте с простых причесок. Начинайте вот с чего-то такого. Смотрите, как круто. Клиент не поймет, что вы делали это очень просто. Клиенту это видимость такой прически, как будто она стоит очень дорого. Катя, ты ничего не видишь. Моя модель, моя дочка. Ой, здорово. Сколько стоит такая прическа? Девочки, у каждого мастера будет своя цена. Нет единого прайса на работу. Но минимум как чашка кофе, наверное, да, с пироженкой. Это зависит от мастера, от статуса. Вот Катя говорит, минимум чашка кофе, да, с пироженкой. То есть, если вы только начинаете делать прически, вы смело можете брать за это 10 долларов. Ну, это самый минимум. Ну, неплохо, да, 10 причесок сделать, 100 долларов. Владимир, как вы считаете? Вы не хотите научиться делать прически, Владимир? Ладно, я молчу. Девчонки, Владимир не любит, когда мы шутим. Давайте продолжим. Давайте вторую разложим. Смотрите, никаких невидимок нет, только на шпильке. Вдруг нам не понравится или мы не сможем перекрыть валик. Нам нужно оставить себе шанс сместить какой-то элемент. Снова наносим. Владимир, сколько времени осталось? 12 минут. 12 минут, девчонки. Опять у нас экспресс-режим. Нам же надо еще провести розыгрыш. Начос, полируем, быстро двигаемся. Ксюша, не смейся, я все слышу. Прорабатываем, прокручиваем. Прическу можно украсить заколками уточками для женщины, чтобы не смотрелось вот гадно. Заколки уточки. Девушки, что это за заколки? Это крабики? Девчонки, что за заколки уточки? Крабики? Сейчас, 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 надо ответить. Лучше всего фиксировать локом и каким лаком. Так я аж не ответила. Владимир, остановитесь, подождите. Давайте ответим про уточку. Очень много. Очень много? Ой, девочки, как же я хочу вам всем ответить. Смотрите, и то же самое. Жух! Катенька, помоги, что там пишут? Работаю в салоне красоты и тренируюсь на девочках коллег. Но когда просят клиента, и все время боюсь, что не получится. И часто отказываю. Сохраним эфир. Значит, девочки, что-то там, коллеги ворчат, слышу. Не слышите девочек-коллег? Нет, потому что клиенты все время боюсь, что не получится, и часто отказываю. Часто отказываю, потому что боитесь. Смотрите, страх возникает тогда, когда вы не знаете, получится или нет. А этот страх возникает в том случае, если у вас совершенно нет уверенности. На коллегах получается? А неуверенность тогда, когда у вас нет опыта. А опыт приобретается только деланием. Мастера в теории не бывает. Если вы что-то хотите научиться делать, вам нужно это попробовать сделать руками, девочки. И тогда у вас будет с каждым разом появляться больше уверенности. Больше понимания того, как не сделать так, чтобы было некрасиво. Как сделать, чтобы было круто. И с каждым разом вам будет самим нравиться больше и больше. То есть, практикуем. Пользуем жидким лаком силуэт EOSIS плюс 3. Вскоре расплавлюсь локоны ОМД. У модели что-то там распалось. Что-то безобразие. Ну, девочки, это не вина только лака. Не вините лак. То есть, это, скорее всего, неправильная фиксация. То есть, лак хороший. Скажем так. Очень важно, как вы его наносите. Как вы фиксируете. Не только в лаке дело. Вот так же, как вы спрашиваете, какой утюжок у меня. Не в утюжке дело. Дело в том, как вы им работаете. Можно абсолютно любым утюжком сделать крутые локоны. Поверьте мне. Прорабатываю. Мне, кстати, на канале YouTube я сняла очень подробный урок по тому, как крутить себе или клиенту на утюжок локоны. Посмотрите, я очень старалась. Это было с прямого эфира. Последняя прядочка. Раз. Она будет задержаться лакошки без фиксации лака. Так, этот вопрос уже был. Как часто можно приходить к вам модели, чтобы вы не так сильно портились волосы от лака? Очень нравится работа ваших учеников. Ой, спасибо большое. Мне Катя передала, что нравится работа учеников. Это прям мне очень приятно. Я очень стараюсь, чтобы не у меня было круто, а у моих девочек. Девочек, которые потом будут делать прически клиентам. По поводу того, как часто приходить. У нас есть одна модель, которая пришла 40 раз. Блондинка, окрашенная. Так что я горжусь тем, что мы ей абсолютно не навредили волосам. Вперед чуть-чуть головку наклони. Катя. Катя. Раскладываем. Кать. Вот так. Страх. Страх есть, да, девочки. Мне Владимир говорит, что многие пишут, что страх. Я немножечко тут украду малость шпилек. Что лучше для волос? Питание или увлажнение? Питание или увлажнение. Это зависит от состояния ваших волос. То есть, если вашим волосам нужно питание, то значит лучше питание. А если волосы у вас пересушены, это, кстати, зависит от пары года, да? То есть, в осенне-зимний период у нас волосы, как правило, пересушены. И еще один момент, девочкам. Уходом можно навредить волосам. Если вы очень часто будете делать питательные маски, волос под тяжестью питания, он начнет обламываться. Вот, кстати, это тоже момент, не все знают. Так, я вроде как разложила, девчонки. Не видно валика. Вот тут еще видно. Чтобы не было грязи, близко не подходить, да? Не смотреть на текстуру. Нужно вычищать, девочки, для того, чтобы прическа была чистой. Владимир, можете показать, что нигде не видно валика? Девочки, самое главное сейчас это скрыть валик. Для того, чтобы текстура была чистая, нужно стараться руками выглаживать все элементы перед тем, как вы фиксируете все лаком. Как только вы нанесли лак, все волоски вниз, чуть-чуть наклони головку, все волоски, которые торчат, они, естественно, вот в таком же торчащем состоянии и зафиксируются. Поэтому, если вы хотите чисто делать, старайтесь сразу прорабатывать все элементы. Девочки, смотрите, какое пучище! Это даже не пучок. И это просто, это несложно. Теперь наша задача все это сшить невидимками. Когда вы все зафиксировали лаком, все это стоит на шпильках. Давайте покажем, да, как круто. Смотрите, какое пучище! Ну, чем мне новогодняя прическа, Владимир? Как вам? Вот вы как мужской ценитель, ценитель красоты женской. Смотрите, закрыты невидимками, ныряем внутрь. Меня часто спрашивают, почему вы невидимками работаете, как шпильками, потому что тут есть свое раскрытие. И она ровно столько возьмет, сколько она может удержать. И подтягиваем все по периметру. Вначале по периметру, то есть вверху, внизу, слева, справа. А затем мы будем изнутри все соштопывать. Сейчас покажу, в каком формате. Сначала периметр. Тебе не больно? Нет. Все это заходит у нас в валик, поэтому клиент это чувствовать не должен. И вверху еще. Вот так. Не больно? Нет. Отлично. Спрашивайте, больно, не больно? И теперь смотрите, там, где углубление, ниша, то есть не козыречек вот этот берите на невидимку, а внутри, закрытой невидимкой, ныряю, и все к валику. Никогда ничего никто не увидит. У вас все будет крепко. Вы можете танцевать всю ночь. Вы можете с этой прической поспать, грубо говоря. Ну, будет немножечко пушочек на утро, но это не сильно критично, поверьте. Зато настроение какое. Смотрите, в нишах полностью обкалываю. Обкалываю прическу. И снимаю шпильки. Сейчас будем делать розыгрыш. Три минуты. Три минуты. Снимаем наши шпильки. И прическа наша готова. Девочки, смотрите, какая прелесть. Один штрих, и мы делаем розыгрыш, как и обещала. Я бабочки. Я надеюсь, вам понравятся бабочки. Мало красиво тоже. Может, одну? Как-то много бабочек. Или много бабочек не бывает, девчонки? Давайте много, да? Что уж. Шикарно, гениально и просто. Не крутись, Катя, я целюсь. Все. Последняя бабочка. Девчонки. Вот шпилечка еще. Там невидимочку еще хочется прям. Нравятся вам метеллки. Метеллки. Девочки, смотрите, какая у нас прическа получилась. Какая она воздушная, объемная. И вы можете делать ее самой себе. Обязательно попробуйте и отмечайте меня в своих отработках. А теперь я определяю победителя. Прямо при вас. Поднимаюсь вверх. И сейчас мы определим, кто выиграл марафон в декабре. Новогодний марафон причесок. Я вниз в самый пройдусь. Кто еще хочет написать, можете писать опять вверх, чтобы все было честно. И вот-вот-вот-вот. Анета Марченко. Анета Марченко выиграла бесплатный марафон. Мы вас поздравляем. Мы вам дарим участие в нашем новогоднем марафоне. И ждем вас в следующем прямом эфире. И кто хочет еще к нам на новогодний марафон, регистрируйтесь. Цена 500 гривен. Две недели перезагрузки. Такие крутые прически вас ждут, как сегодня. Я готовлю для вас супер программу и розыгрыш ценных призов. Я была очень рада с вами всеми увидеться. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok